МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три билборда для амичей. Кто решил бороться с самой крупной управляющей компанией в Омске? ОДН высокий, но это зависит от жильцов. Почему они не передают показания? Крыша потекла, управляющая компания обещает отремонтировать. Когда это будет? Наконец-то в наш город пришла настоящая весна. Только вот долгожданное потепление приносит радость далеко не всем. Амичка Вера Ковалева ликвидирует последствия оттепели и подсчитывает ущерб от очередного потопа в своей квартире. Что делать и куда обращаться, если в доме течет крыша, расскажет Анастасия Донец. Мне приходится делать как два раза в год ремонт. Покупая квартиру на последнем этаже, Вера Ковалева планировала наслаждаться красивым видом из окна, а не волноваться из-за постоянных проблем с потеками на стенах. Сейчас, после очередного незапланированного ремонта, женщина беспокоится, что осенью результат ее трудов смоет дождевая вода. Я от того, что делаю, постоянно уже падала, уже рукой. Мне 50 лет, я просто хочу жить спокойно. Ответственная за содержание крыши, как и всего остального общего имущества многоквартирного дома, несет управляющая компания. Туда и нужно обращаться сразу после обнаружения протечки. Обслуживающая организация обязана зафиксировать факт протечки, выявить причину, устранить протечку и ее последствия. В управляющей компании обслуживающий дом нам рассказали, что заявление от Веры Ковалевой к ним поступало, и причина протечки крыши установлена. Когда обратился собственник в 2021 году, вышли наши сотрудники, осмотрели козырек балконный, который выходит на кухню. И приняли решение первоначально очистить козырек от выпавшего снега. И при уже визуальном осмотре после очистки снега были вывелены повреждения плиты. После общения с уполномоченным представителем были приняты решения о герметизации балконной плиты. Ремонтная работа запланирована май-июнь месяц. Как пояснили в обслуживающей организации, начать работы раньше невозможно. Необходимо дождаться теплой, сухой погоды. Иначе все придется начинать заново. Хочется верить, что на этом хлопоты с ремонтом для Веры Ковалевой закончатся. И появится возможность спокойно наслаждаться красивым видом из окна. Мы обязательно проверим, как управляющая компания выполнит свои обещания. Вернемся на дом в мае. А теперь о тех, кто, по мнению активистов города, не выполняет свои обещания перед людьми. А мечи, пострадавшие от действий недобросовестных коммунальщиков, решили объединиться в борьбе за правду. Сразу на нескольких городских магистралях установили ярко-красные билборды с призывом рассказать о нарушениях управляющих компаний. И, как выяснилось, недовольных омичей немало. Жильцы высоток жалуются и на осыпающуюся в подъездах штукатурку, и на грязные тротуары. Но главная проблема, на их взгляд, завышенные тарифы. Эти билборды в городе увидели все. Пройти мимо трудно. И не только из обросского цвета. На щите призыв, который многих задевает за живое. К руководителям Левобережья и Ленинского у жильцов высоток действительно есть претензии. У кого-то проблемы с подъездами, у кого-то проблемы с уборкой территории, у кого-то снег лежал всю зиму и его не убирали. Или, к примеру, хочет дом перейти в другую управляющую компанию. Проводят собрание. На собрании принимают решение, что да, переходим. Потом передают эти бумаги в госжилую инспекцию. И спустя пару недель в госжилую инспекцию приходят документы с этого же дома. Но только о том, что они вновь переходят, но только обратно в Левобережье. Александр – один из группы активистов, по инициативе которых и установили билборды. Фамилию просит не называть и на камеру ситуацию не комментирует. Говорит, беспокоится за себя и семью. Сразу после оформления рекламных счетов ему начали угрожать неизвестные. Титрозряда. Ты не понимаешь, на кого ты прешь и тому подобное. При этом, уверяет Александр, смешивать чужое имя с грязью не собирался. Призывал людей объединиться и побороться за правду. Активисты уже получили свыше двух десятков жалоб. В основном люди сетуют на завышенные тарифы. В старых девятиэтажных панельках содержание жилья обходится больше, чем в тысячу рублей. То есть примерно по 70 рублей за квадратный метр. При норме в 30. Это самая ужасная, неуправляемая управляющая компания. Лидия Леднева уже три года вместе с соседями не может понять, куда уходят деньги, которые они платят по квитанциям. По закону коммунальщики должны устранять аварии, проводить мелкий ремонт. Но в доме на Бородина свежей краской совсем не пахнет. В 2020 году они отремонтировали управляющую компанию первый и второй подъезд. Но вот это все безобразие. Вот эти провайдеры, провода, все так же это все висит. То есть люди жалуются на межпанельные швы. Угловые квартиры очень холодно. В Ведении Левобережья сегодня около 500 домов. Один из очередителей скандально известный Юрий Федотов. Бизнесмен и теперь уже экс-депутат Омского горсовета. Именно он возглавлял финансово-бюджетный комитет. И, к слову, за лоббирование своих интересов лишился мандата и кресла на Думской-1. Что касается активистов, пострадавших от бездействия недобросовестных коммунальщиков, они намерены идти до конца. Как только все жалобы и предложения будут собраны, жильцы напишут письма в госжилинспекцию и прокуратуру. Люди должны бороться за свои права. Если вы пострадали от действий управляющих компаний, звоните и пишите нам. Как обратилась к нам наша постоянная телезрительница с улицы Тарской. Ее возмутили начисления за ОДН. Почему это произошло в нашем следующем материале. Высокие потолки, отличная планировка комнат, квартира в центре города. Но вот ОДН очень большие. Хозяйку квартиры это возмущает. В марте месяца мне пришла квитанция. Вот она квитанция. Значит, здесь в квартире у меня по счетчику нагорелось 152 киловатта. А за площадку 39 квадратных метров. Вы видели, какая площадка? А за нее 182 киловатта. В Омске энергосбытии нам пояснили, почему так происходит. Оказывается, на доме жители только двух квартир платят за электричество вовремя. И подают данные в ресурсоснабжающую организацию. Здесь, опять же, если собственники не наладят работу по учету электроэнергии, а здесь в данном случае по снятию показаний ежемесячного, то порядка здесь не будет. ОДН будет растеть. Оно будет не растеть. Оно будет прыгать. Ну, то есть, мы начисляли, допустим, по нормативу, недоначисляли. И мы раз в полгода приходим снимать вот конкретно в этот дом. Я посмотрела в мае у нас в графике контрольного обхода. В мае мы придем и посмотрим. И при попадании в эту квартиру мы снимем показания индивидуального прибора учета и доначислим все, что не выставили. И отнимем от ОДН. У них в мае, ну там или в июне по факту мая, будет прекрасный, маленький, возможно, минусовой ОДН. Ну, а потом опять это будет вот история повторяться о том, что расчетные величины будут некорректные. У нас есть домов, причем тоже небольшие на расчетах, где кто-то из собственников взял на себя эту ответственность ежемесячно в один и тот же день. Ходит снимать показания, допустим, там 23-го числа, передает нам. И там каждый месяц одинаковое количество киловатт-часов на ОДН. Покажем еще раз. Вот дом. Если его жильцы ежемесячно передают данные по электроэнергии, то ОДН всегда один и тот же, и он небольшой. А если нет, то ресурсники вынуждены начислять по нормативу. И ОДН большой, а потом раз в три месяца делают сверку. И перерасчет. И ОДН падает. В этом доме нет старшей по дому. Управляющая компания осуществляет аварийное прикрытие. Долги за коммуналку жильцов огромные. Так что Зоя Александровна Демьянова заложница у своих соседей. Она дисциплинированный платильщик, а они нет. Мы, конечно, добьемся перерасчета в мае, но чудес не бывает. И качели с начислением по ОДН в этом доме, скорее всего, продолжатся. А теперь вопросы от телезрителей. На связи наш эксперт Никита Дюкарев. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Валентина Средних проживает на улице Красный Путь, дом 22. Спрашивает. Возле нашего дома проходит теплотрасса. Вдоль нее растут тополя. Прошлым летом из-за пуха был пожар. И выгорела изоляция труб. Небольшой участок отремонтировали. Но мы переживаем, что снова все обгорит в этом году. Как ликвидировать эти деревья и куда обращаться, чтобы привели в порядок теплотрассу? К общему имуществу на квартирном доме относится земельный участок с элементами благоустройства и озеленения. Таким образом, время содержания зеленых насаждений лежит на собственниках на квартирном доме. Вместе с тем, для того, чтобы решить вопрос о ликвидации этих деревьев, необходимо провести общее собрание с включением повестки дня такого вопроса. В случае положительного решения по данному вопросу, такое решение необходимо передать в управляющую компанию для его исполнения. По поводу трассы необходимо письменно обратиться в управляющую компанию с вопросом о том, кому принадлежит данный участок теплотрассы, то есть к чьих границах эксплуатационной ответственности он находится и на чьем балансе лежит. В случае, если управляющая компания берет деньги за содержание данного участка теплотрассы, он относится к данному дому, то содержание такого участка теплотрассы должна осуществлять управляющая компания. Если же этот участок трассы принадлежит третьим лицам, то необходимо обратиться к ним в претензионном порядке, а в случае их бездействия либо отказа от содержания обратиться в суд. Сергей проживает на Братской, 5, спрашивает. У нас очень грязно в подъезде. Третью неделю звоню в управляющую компанию с просьбой навести порядок. Но они только принимают заявки и ничего не делают. Но мы же платим за это. Куда нам жаловаться? Управляющая компания обязана осуществлять уборку мест общего пользования. Это предусмотрено постановлением правительства номер 491 и минимальным перечнем оказания условий выполнения работ номер 290. В случае, если управляющая компания не оказывает услуги по уборке мест общего пользования, но берет за них плату, у вас появляется право на взыскание с нее средств за неоказанные услуги. Для этого необходимо доказать то, что эти услуги не были оказаны. Для этого, к примеру, вы можете фотографировать периодически места общего пользования, где будет видно мусор и грязь, а также составлять с соседями по подъезду акты, где подробным образом описывать, где была обнаружена грязь. Далее необходимо написать претензии управляющую компанию с требованием уборки мест общего пользования, с приложением этих фотографий и акта. В случае ее бездействия необходимо обратиться в суд, а также в Гожиомской области для привлечения этой управляющей компании к ответственности. Полина Заколотская проживает на Родищево, 88. Спрашивает. Наш дом на спецсчете фонда капремонта. Старшая по дому, не согласовывая ни с кем, оформила документы на ремонт крыши в 2017 году. На следующий год крыша потекла водопадом. Задали вопрос старшей и попросили представить документы на крышу. Она отказалась. Мы пошли в суд. Тогда она быстренько ушла с должности и пропала. Теперь мы не знаем, что делать и куда обращаться. Крыша течет. Управляющая компания обязана содержать общее имущество квартирного дома. Согласно постановлению правительства номер 491, крыша относится к общему имуществу квартирного дома. Также наличие либо отсутствие капитального ремонта никаким образом не должно влиять на исполнение управляющей компании ее обязанностей. Такой позиции придерживается Верховный суд Российской Федерации. Также я обращаю ваше внимание на то, что договором на выполнение капитального ремонта в обязательном порядке предусматривается гарантийный срок. Таким образом, для начала необходимо обратиться с претензией управляющей компанией для устранения протечки крыши. Согласно правилам госстроя номер 170, управляющая компания обязана в течение одних суток реагировать на обращение собственников по поводу протечек кровли. В случае ее бездействия необходимо обратиться в ГЖИ Омской области для привлечения управляющей компании к ответственности, а также с претензией в управляющую компанию, чтобы она обратилась к подрядчику для того, чтобы тот произвел гарантийный ремонт. Гарантийный ремонт – это такой ремонт, который подрядчик осуществляет безвозмездно в случае, если в срок, предусмотренный договором, были обнаружены недостатки выполнения им работы. Николай Филимендик проживает в Крутой Горке. Спрашивает, у меня квартира и небольшой домик в деревне. Я предоставил все документы региональному оператору, что не проживаю в доме. И платил только за квартиру. Но теперь вновь стали приходить квитанции за вывоз мусора на оба адреса. Как мне объяснили, вышел новый закон, и теперь я должен платить за всю недвижимость, которую я владею, вне зависимости от места проживания. Законно ли это? Действия регионального оператора законны. Дело в том, что согласно правилам оказания коммунальных услуг номер 354, людям начисляется плата за коммунальные услуги по вывозу твердых бытовых отходов на основании количества собственников, которые владеют данным помещением. Вместе с тем, Верховный суд принял решение о том, что собственники имеют право на перерасчет данной услуги в случае, если граждане не проживают в этом жилом помещении. Так как данная коммунальная услуга начисляется исходя из нормативного потребления, вы имеете право обратиться к региональному оператору с требованием произвести перерасчет данной коммунальной услуги. А в случае его отказа вы имеете право обратиться в суд. Ну а теперь наш традиционный видеовопрос. Давайте посмотрим. По адресу Туполева 3В находится контейнерная площадка, за которой складируется крупногабаритный мусор, который вывозится магнитом частично. Отходы остаются и накопились. После многочисленных жалоб собственников мусор был вывезен. Но возникла другая проблема. В отходах благополучно наплодились крысы в огромном количестве. Вокруг площадки для мусора находятся две детские площадки и жилые дома. Жители бьют тревогу, обращаются в управляющую компанию, но ситуация не меняется. Крысы плодятся. И очень быстро. Страшно и опасно проходить мимо и отпускать ребенка в школу. Что нам делать? Время содержания контейнерной площадки, которая расположена на придомовой территории, относящейся к многоквартирному дому, лежит на собственниках. Таким образом, собственникам необходимо обратиться в управляющую компанию с требованием проводить периодическую диротизацию данной площадки. А в случае же, если данная площадка находится на земельном участке, который к дому не относится, то есть у него есть отдельный собственник, собственникам квартирного дома необходимо обратиться к нему с претензией, чтобы он периодически проводил диротизацию и иным образом надлежащим содержал данную площадку. В случае его отказа либо без действия, необходимо обратиться в суд. Исчерпывающие ответы от Никиты Дюкарева на вопросы наших телезрителей. Спасибо, Никиты. До свидания, Владимир. До свидания, уважаемые телезрители. На этом программа «Управдом» заканчивается. Звоните нам по телефону редакции и пишите в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Всего доброго и до встречи. До свидания.